Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей ДАВИЧа. Я Дмитрий Житарчук. Смотрите в этом выпуске. Выбрали председателя и обсудили ряд вопросов. В областном законодательном собрании прошли первые заседания. Они говорят о том, что мы вообще ничего не будем слушать. Диалог будет вестись конструктивный. С начала года в городе произошло 53 пожара по причине нарушения эксплуатации конструкции отопительных печей. Напомнили о безопасности. Кировские пожарные вышли в очередной рейд. Сейчас им нужно обязательно выступать на чемпионате России, который в Сочи. Мы выехать не можем. Нет возможности развиваться. Почему спортивные победы приносят не только радость. Сегодня прошло первое заседание областного законодательного собрания нового созыва. Точнее сразу два. Одно организационное, второе по рассмотрению запланированных законопроектов. 50 из 54 выбранных депутатов собрались в здании регионального правительства. Сегодня законотворцы определились с комитетами. Так они решили, что их в этом созыве будет 6, а не 8. Определили председателей и персональный состав каждого комитета. Главным же вопросом стал выбор председателя ЗАГС Собрания. С помощью тайного голосования депутаты выбрали Владимира Быкова. Его заместителями стали Геннеросы, Герман Гончаров и Роман Титов. Вообще отныне в ОЗС все руководящие должности им занимают исключительно члены партии «Единая Россия». Рассмотреть кандидатуры от других партий, например, на роль замов, новый председатель отказался. Большое количество замов просто нецелесообразно. А что касается мнений депутатов, в каждом комитете будут по два заместителя. И здесь они могут выдвигать своих кандидатов. И, естественно, мы будем послушиваться к их мнению. Это не говорит о том, что мы вообще ничего не будем слушать. Диалог будет вести конструктивный и все конструктивные предложения. Если Анатолий Михайлович, как человек очень опытный, который знает все в образовании, будут предлагаться им какие-то законодательные инициативы, конечно, мы его будем слушать. Кстати, как раз Анатолий Михайлович Чурин, о котором говорил Владимир Быков, и попытался составить конкуренцию основному кандидату при выборе председателя областного ЗАГС-собрания. Однако Чурина поддержали лишь 13 депутатов. За Быкова же свои голоса отдали 37 человек. Распределив обязанности депутаты ЗАГС-собрания, приступили к пленарному заседанию. На повестке дня 10 вопросов, в том числе бюджет и социальная сфера. Что может измениться в программе капитального ремонта, а также о новых сроках и условиях получения материнского капитала, расскажет Ксения Фрик. В конце этого года прекращает действие региональная программа материнского капитала, но выплаты за третьего и последующих детей еще смогут получить те, кто родит ребенка в 2017 году. В РИО губернатора Игорь Васильев вышел с предложением продлить срок программы еще на два года. Инициативу временного главы региона депутатом ОЗС озвучил его зам Дмитрий Курдюмов. Законопроектом устанавливается размер материнского капитала 75 тысяч рублей. Независимо от очередности рождения детей, а также срок обращения за предоставлением материнского капитала, это не ранее, чем по истечении одного года и не позднее, чем через два года. При этом сохранено право семьи на использование материнского капитала на любые цели. Предложение, безусловно, в пользу многодетных семей. Но для бюджета и так достаточно дефицитного, это может стать дополнительной нагрузкой. На выплаты материнского капитала в 2018 году придется заложить более 200 миллионов рублей. Несмотря на такие цифры, депутаты единогласно поддержали законопроект. За 48 против нет, воздержалось нет, решение принято. С протестом сегодня вышла прокуратура Кировской области. Одно из предложений, которое вынесли на рассмотрение депутатов, связано с программой капитального ремонта домов. В связи с последними поправками жилищного кодекса прокуроры настаивают. Нужно пересмотреть схему финансирования фонда. Сейчас фонд капремонта имеет дополнительное средство за счет ежемесячных взносов жителей области. Точнее, за счет процентов. Деньги, которые пока временно свободны и не идут на ремонт домов, хранятся в банке. Каждый год на них начисляется 5%. В итоге за полтора года сумма накопилась немаленькая – более 50 миллионов рублей. Куда уходят эти деньги, рассказал директор фонда Павел Сысоев. По его словам, никакой прибыли нет. Большая часть этих средств уходит на квитанции. Около 40 миллионов на услуги по печати доставки квитанции. Около 6 миллионов, чуть меньше, мы заплатили налог на прибыль. То есть мы с этих процентов должны были заплатить еще налоги. Мы их заплатили. Ну и там оставшиеся суммы – это на услуги по взысканию задолженностей с неплатильщиков, оплату государственной пошлины, информационную работу и на материально-техническое обеспечение фонда. То есть заработную плату, по крайней мере, точно мы из этих средств не платили. Теперь в соответствии с федеральным законодательством, деньги, полученные с процентов, должны направляться только на ремонт домов. А это значит, к общей сумме ежегодно прибавится еще около 50 миллионов рублей. А вот расходы на содержание самого фонда возьмет на себя областной бюджет. Справится ли с такой нагрузкой региональная казна, депутаты обсудят уже на ближайшем заседании. Ксения Фрик, Николай Шихарбеев, Бюро новостей, Дайвичи. Ремонт дорог только по правилам. На сайте городской администрации появилось постановление о порядке ремонта и содержания автомобильных дорог. Речь идет только о тех работах, деньги на которые выделяют из городского бюджета. В документе указан список требований к проведению ремонта, начиная от поиска подрядчика и заканчивая приемкой работ. Например, муниципальный заказ должен быть размещен не позднее 1 марта. Проверять качество ремонта должна специальная комиссия, в состав которой входят представители мэрии, исполнители, генеральный подрядчик и даже сотрудники ГИБДД. Если ремонт дорожного полотна будет признан некачественным, то члены комиссии вправе установить новые сроки для устранения дефектов, а затем провести повторную приемку. 379 пожаров произошло в Кирове с начала года. И немалая часть из них, по данным МЧС, по причине неисправных печей. Горят частные бани, дачи и жилые дома. Именно поэтому перед началом отопительного сезона у сотрудников МЧС прибавляются работы. Инспекторы выходят в рейды, чтобы проверить состояние печей и провести инструктаж с их владельцами. Отопление в этих домах недалеко от микрорайона Чистые пруды – печное. Пожары в этих краях не редкость. Именно поэтому перед началом отопительного сезона инспекторы МЧС обязательно навещают местных жителей. Проверяют инспекторы прежде всего состояние самих печей. В квартире Ольги Корсаковой три печки стоят, как напоминание о теплом прошлом. Именно их состояние и вынудило женщину перейти на газ. Сколько я смогла подназвить, вызывала мастера, он сказал, чтобы ее отремонтировать на 70 тысяч денег. Кирпич купить, все причиндалы купить. Но я провела газ, потому что у меня таких денег не было. Просто зайдите сюда. Все это на втором этаже печка. Она как идет, как усложненка. Все это трещит, хоть заделывай каждый год. Это все бесполезно. Зато соседи Ольги печи используют в холодное время года постоянно. Инспекторы каждому в ходе таких рейдов напоминают, нужно быть осторожнее. Не оставлять растопленную печь без внимания. Предтопочный лист должен быть обязательно. Трещины необходимо штукатурить. Я нанимала и ремонтировала. Вот это принесла сейчас длину. Деру и подможу. Там топка. Впрочем, в памятке, которую инспекторы выдают местным жителям, все четко изложено. Правила просты, но нередко хозяева печей их игнорируют. С начала года в городе произошло 53 пожара по причине нарушений эксплуатации конструкции отопительных печей. Причина пожаров – это несоответствие действующим нормам разделок отступок отопительных печей, наличие трещин в конструкции и перекал печей. Инспекторы напоминают, перед началом отопительного сезона нужно еще раз проверить исправность печи и дымохода. Топить ее лучше по 2-3 раза в день, по полтора часа. И главное, на авось не надеяться. Цена тому – человеческая жизнь. Дмитрий Житарчук, Антон Мамаев, Бюро новостей Дабича. Полицейские достали со дна реки Вятки машину с телом пропавшего рыбака. О том, что 37-летний мужчина ушел из дома и не вернулся в полицию, заявила кировчанка еще в июне. Оперативники в ходе работы смогли установить последнее место, где находился пропавший. Еще в начале лета мужчина отправился на рыбалку на берег реки Вятки в районе деревни Большая Гора. Его машину обнаружили в воде с помощью гидролокатора. Вместе с сотрудниками следственных органов и специалистами МЧС сегодня полицейские вытащили из воды машину вместе с телом владельца. Сейчас следователи выясняют причины происшествия. В ходе проведения поисковых мероприятий на протяжении длительного периода времени, сегодня, то есть 6 октября 2016 года, поисковые мероприятия увенчались успехом. В ходе проведения поисковых мероприятий в русле реки была обнаружена автомашина без вести пропавшего Усова. В течение, впоследствии в автомашине был обнаружен труп самого Усова. Здание вязкой кунсткамеры не смогли продать уже во второй раз. Конкурсные торги с мая проводились дважды. В первый раз не удалось заключить контракт. Во второй, на покупку дома номер 12А по улице Московской не было ни одного претендента. Тем не менее, аукцион объявлен снова. Цена здания превышает 15 миллионов рублей. Вдобавок, по условиям контракта, в этом объекте культурного наследия покупателю придется провести ремонт. Итоги торгов подведут 9 ноября. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Более 700 тысяч доз вакцины для иммунизации диких животных получила Кировская область. Раскладывать её в лесах ветеринары начнут уже завтра. График по городу Кирову уже составлен. Также вакцина от бешенства будет разложена на территории 36 районов Кировской области. В том числе в 17, где случаи бешенства регистрировались в этом году. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по Кировской области. Кроме того, на следующей неделе начнется вакцинация от бешенства домашних кошек и собак. Избранный от Кировской области депутат принял участие в первом пленарном заседании Госдумы. На нём были утверждены составы комитетов. Рахим Азимов вошёл в Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Возглавил группу Василий Пискарёв. Азимов заявил, что продолжит работать в рамках программы партии, которая направлена в том числе на исполнение социальных обязательств. Доступное здравоохранение, современное образование, забота о пожилых людях, детях, развитии инфраструктуры, науки и культуры. Сейчас прервёмся, вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Чем опасен йододефицит? Кировчан проконсультируют специалисты. Всё население, проживающее в йододефицитном регионе, оно должно получать пищу и одервную соль. Так много интересного вокруг. В библиотеке Грина открылась новая выставка. Патик – это моё любимое направление, и мне очень нравится им заниматься. Вот сейчас ей нужно обязательно выступать на чемпионате России, в который в Сочи мы выехать не можем. Нет возможности развиваться. Почему спортивные победы приносят не только радость. Киров присоединился к очередной всероссийской акции. На этот раз она направлена на профилактику заболеваний, которые могут появиться из-за дефицита йода. Все мероприятия пройдут под девизом «Соль плюс йод – IQ сбережет». Сегодня и завтра в медицинских учреждениях будут проходить консультации, где любой кировчанин сможет узнать о необходимости регулярно употреблять в пищу йода, содержащие продукты и препараты. А в выходные на улицы города выйдут волонтеры, которые проведут опрос и расскажут о профилактике йода-дефицита. Как показывает практика, йод в организме человека влияет на умственные способности. Особенно важно обратить на это внимание родителям и беременным женщинам. Самая простая профилактика, рассказывают специалисты, это заменить обычную соль на йодированную. То есть все население, проживающее в йод-дефицитном регионе, оно должно получать в пищу йодированную соль. Соль этой должно быть в сутки немного, всего одна чайная ложка. Но мы же этого не делаем. Доказано, что в Российской Федерации вместо вот этих 150 микрограмм, суточной средней дозы, люди наши употребляют в три раза меньше йода. То есть примерно 40-80 микрограмм в сутки всего. И конечно все эти состояния у нас развиваются. Глиняные игрушки, витражи и батик. В библиотеке Грина открылась новая выставка под названием «Так много интересного вокруг». Здесь юные умельцы представили работы в различных техниках, которые посвящены сказкам и родному городу. На выставке побывала и наш корреспондент Анастасия Шерстнева. Три ложки, скатерть и тарелка, на которой лежат ложки. А все вместе эта картина под простым названием «Посуда». Ее автор совсем еще юный художник 9 лет Ксения Бухмиллер. Говорит, несмотря на небольшой опыт в этом деле, она уже определилась с любимым направлением. Это батик или по-простому роспись по ткани. Батик – это мое любимое направление. И мне очень нравится им заниматься. А на этой картине я хотела бы изобразить посуду и как она выглядит. Сначала у меня не было конкретных планов, как она будет выглядеть. И просто первое, что пришло в голову. На выставке под названием «Так много интересного вокруг», что открылась в библиотеке Грина. Представлены несколько десятков работ воспитанников Кировской студии «Ремесел». Это ежегодная отчетная выставка ребят, рассказывает педагог студии Ульяна Потапова. И работы здесь представлены в совершенно разных направлениях. Валяние из шерсти, роспись по стеклу, а также глиняные фигуры сказочных героев. На самом деле детям нравятся очень многие техники, которыми мы занимаемся. Потому что каждый раз это что-то абсолютно новое. С точки зрения материала, с точки зрения технологической особенности, художественной составляющей. То есть дети самостоятельно составляют эскиз. Мы не работаем с какими-то готовыми картинками, шаблонами. Всего свои работы представили больше 20 детей от 6 до 15 лет. Некоторые гости уже успели оценить вернисаж на официальном открытии. Причем зрители отметили, что выставка получилась очень солнечной и жизнерадостной. Убедиться в этом все желающие смогут лично до 15 ноября. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов, Бюро Новостей Довича. Кировчанка Александра Баранцева вернулась с соревнований в Румынии с серебряной медалью. Там прошел престижный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина. Нашей спортсменке 14 лет она выступала в составе юношеской сборной России. Ее победе в Кирове, конечно, обрадовались, но ложкой дегтя стали финансовые проблемы области. Как деньги повлияли на планы спортсменки, расскажет Елена Чехомова. Вот так, на трех досочках и одной веточке тренируется серебряный призер Кубка ФИС по прыжкам на лыжах с трамплина Александра Баранцева. Девушка занимается любимым видом спорта уже пять лет, но попрыгать с настоящего действующего трамплина Ей удается лишь на сборах в других городах. Тренировки состоят в основном из имитаций и прыжков в длину. На роликах катаемся, прыгаем через палки. Так как трамплинов нет, ничего нету, и мы эмиссируем в основном. Фантазируя, что под ногами трамплин, а впереди несколько десятков метров полета, кировские спортсмены живут уже три года. Маленький трамплин им не подходит, большой все это время закрыт. Но и это не мешает кировским тренерам готовить чемпионов. Например, таких, как Саша, что привезла из Румынии серебро. Выступление считаю, что очень хорошее. Все же самое. Мы не имеем таких возможностей для подготовки, как в других регионах, тем более за границей. Выиграла румынка, но эта девочка вообще посильнее. Она уже на Кубке мира выступает, так что она достойной сопернице проиграла. Саша Баранцева сделала главное. Набрала в Румынии очки для того, чтобы обеспечить участие в следующих престижных соревнованиях. Например, таких, которые пройдут 11 октября. Сейчас ей нужно обязательно выступать на чемпионате России, в который в Сочи мы выехать не можем, потому что вообще денег нету. Финансирование прекратили. Возможно, потому все старания спортсменки и тренера не гарантируют в будущем успешную спортивную карьеру. Хотя оба все равно еще надеются на возможность участия в важных предстоящих соревнованиях. Елена Чехомова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича. Таким был этот четверг глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Дайвича появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Дайвича по телефону 38 48 88. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова